Сегодня у нас понедельник, 17 часов, и это время нашей ознакомительной презентации Skyway Capital, где мы знакомим всех, кому интересно, кто впервые слушает информацию о развитии проекта Skyway Capital. Задача, которая стоит передо мной, она проста. Кратко ознакомить с информацией, что из себя представляют технологии, какие возможности сегодня предоставляются абсолютно любому человеку, который принял решение стать партнером группы компании Skyway, компании Skyway Capital, стать совладельцем технологии, о которой мы с вами кратко сейчас поговорим. То есть, в принципе, вебинар можно разбить на две части. Первая часть – это знакомство с технологией. Я постараюсь сегодня немного занять ваше время, то есть кратко дать информацию о том, что из себя представляет технология, с которой мы имеем дело. Называется она Skyway – небесные дороги. Когда-то это называлось технологией струи транспорт Веницкого. 99, наверное, 98% информации касаемой технологии Skyway посвящены именно транспортной технологии, хотя, если говорить в целом, то струнные технологии, которые разрабатывал Анатолий Дарвич Юницкий, я думаю, в процессе презентации вы увидите на экране слайд, где говорится непосредственно о генеральном конструкторе технологий, спектр применения данной технологии, струнных технологий, достаточно широк. Это и строительство домов высотного типа, коттеджного типа, для проживания отдельно взятых семей, это строительство мостов, взлетно-посадочных полос, аэропортов, аэродромов, строительство струнных портов. И, кстати, в последнее время упор в этом направлении тоже делается представителями нашей компании, конструкторами, потому что в мире существует большой запрос как раз-таки на такую технологию, которая будет обеспечивать струнную работу портов, то есть погрузка-разгрузка, причем как грузов, так и пассажиров. Об этом речь у нас тоже ведется. Итак, как я вам сказал, первая часть нашего мероприятия будет посвящена краткой истории развития струнных технологий в целом, и за последние 4 года немножко более подробно. Вот, и потом мы просто рассмотрим с вами предложение, которое делает на сегодняшний день компания Skyway Capital любому человеку, который разобрался с информацией, который не равнодушен, скажем так, тому, что будет, как будут жить люди на нашей планете, потому что технология, о которой мы с вами говорим, может повернуть, скажем так, ситуацию, сложившуюся с экологией на нашей планете, в обратную сторону. То есть мы можем уйти от всего того, что происходит в последние, скажем так, несколько десятков лет в мире развития индустрии в разных направлениях, да, а вы знаете, что от этого в первую очередь страдает экология. Вот технология, которую разработал Анатолий Дарвич Митский, которую мы сегодня уже очень близки к тому, чтобы начать реализовывать и строить дороги по всему миру, по данной технологии, вот она решает в первую очередь экологическую проблему. То есть благодаря ее использованию мы сможем передать нашу планету детям, внукам, да, то есть потомкам. Если эту технологию не применять, то, к сожалению, данной передачи может не случиться. Извиняюсь, что-то немножко запершило в горле. Итак, друзья, технология под названием SkyWay, как я вам говорил, существует достаточно давно, то есть история ее уходит глубоко в 70-е годы еще предыдущего столетия. Именно в 77-м году Анатолий Дарвич Митский задумался над тем, как начать осваивать космос, но не использовать те технологии, которые мы с вами знаем, да, то есть запуск ракеты и так далее. То есть не ракетное освоение космоса. И частью этой технологии, частью, скажем так, большого плана, от которого Митский не отказался и планирует дальше его развивать, да, стала струнной технологией. И задача перед компанией, о которой сегодня идет речь на нашей презентации, да, перед компанией SkyWay Capital, в первую очередь, это привлечение инвестиций в проект, который задумал Анатолий Дарвич Митский. И в таком виде привлечения инвестиций на сегодняшний день существует уже 4 с небольшим года. То есть это посредством краудинвестинга. Долгая история струнных технологий насчитывает, скажем так, годы привлечения инвестиций традиционным стандартным путем, которым, скажем так, проходили многие изобретатели, предприниматели. То есть это работа с государственными структурами целого ряда государств. Это поиск денег у людей, занимавшихся бизнесом, да, то есть которые могли бы пожертвовать какие-то денежные средства на древние технологии. К сожалению. А может быть, к счастью, первый путь и длительный не оказался столь счастливым, как хотелось бы. Но тем не менее, второй этап развития, да, при помощи системы краудинвестинга полностью себя оправдал. И мы сегодня, как никогда, близки к тому, чтобы данная технология реализовывалась. По сути дела, сейчас на экране у вас в своем мониторе вы можете видеть миссию, да, которая стоит, которую избрала для себя компания Skyway Capital, то есть финансирование проекта по созданию и совершенству экологически безопасных транспортно-инфраструктурных технологий и практическая реализация данной технологии в разных уголках земного шара. Итак, друзья, у данной технологии существует на сегодняшний день огромное количество преимуществ, если мы будем сравнивать ее с любой транспорт-технологией, используемой нами ежедневно. А вы знаете, что на сегодняшний день мы используем четыре транспортные системы. Есть еще пятая, космическая, да, которая, скажем так, много миллионов долларов, и, скажем, ракеты выводятся в космос. И эта ракета, скажем, перевозит за год, если пересчитать, как говорил Анатолий Дарович Веницкий, то есть лошадь в год может перевезти больше, чем несколько пусков ракет, которые осуществляются в доставке грузов, космонавтов на орбитальной станции и так далее, и так далее. Так вот, данная технология намного более экологична, как я вам говорил, фактически не наносит вреда окружающей среде. Высочайший уровень безопасности, потому что из себя технология представляет, вы сейчас еще увидите ролик, это эстакада, поднятая над землей, так говорят, натянутые струнные рельсы, то есть два струнных рельса, по которым передвигаются транспортные средства. То есть у этой транспортной технологии и инфраструктуры нет перекрестков, нет светофоров, то есть отсутствуют все те неприятные моменты, которые связаны, например, с пробками, если мы будем говорить об автомобильном транспорте. Далее, эти транспортные средства не могут пересекаться друг с другом и не могут пересекаться, например, с людскими потоками. А вы знаете, что каждый год в мире более миллиона людей погибает от того, что просто на дорогах происходят различные аварии, катастрофы, и в десятки раз большее количество людей становятся инвалидами, либо их качество жизни заметно снижается после того, как они попали в чрезвычайные происшествия, связанные с различными транспортными системами. Есть у нас еще воздушный транспорт, есть у нас водный транспорт, железнодорожный транспорт, то есть четыре транспортные системы, каждая, кстати, из которых уже известна людям более ста лет. Самая молодая из них это, наверное, авиационная транспортная система, немножко, скажем так, постарше ее, это автомобильный транспорт, еще постарше железные дороги, которые стали использоваться где-то с 18 века, ну, скажем так, получили активное развитие. И водным транспортом люди пользовались уже несколько тысяч лет, вы знаете, да, то есть открывали новые земли и так далее, и так далее, и так далее. Технология чем еще интересна, например, если мы будем говорить о строительстве дорог в разных уголках, там, земного шара и так далее, землеотвод, который требуется для строительства эстакады, в сотни раз меньше, не менее чем в сто раз меньше, да, чем, например, для автомобильных дорог. То есть и под путевой структурой может происходить все, что угодно, там могут пастись животные, то есть там могут быть просто поля, на которых может расти то, что человек может потреблять пищу и так далее, и так далее. То есть эта технология экологически чиста. Мало того, путевая структура, вот в ролике вы сейчас буквально через пару минут посмотрите, что из себя представляет данная технология, она даже легко встраивается в инфраструктуру уже созданных городов. А если развивать, скажем так, строить новые умные города, о которых все больше и больше говорят в последнее время, то, скажем, технологии, разработанные Ницким, это вообще находка. То есть одно из направлений развития технологий, разработанные Анатолием Дарчимом Ницким, это теория строительства линейных городов. То есть линейные города, которые будут возникать возле путевой структуры, транспорт, который сможет быстро перемещать людей по территории страны, либо, скажем так, мира в целом. Основными преимуществами данной технологии трех сегментов транспортного рынка это грузовой, это высокоскоростной международный, международный, где перевозки людей в первую очередь будут осуществляться, это городской транспорт, это высокий уровень комфорта и высокая скорость при очень низкой цене, при очень низкой себестоимости строительства трасс и дальнейшей эксплуатации. Единожды построенные эстакады будут служить сто лет, как заявляет Анатолий Дарыч Юницкий, генеральный конструктор технологии, разработанной им же, и которая, как я вам уже говорил, сейчас очень близка к тому, чтобы быть реализованы, потому что мы уже имеем несколько сертифицированных транспортных средств, но об этом мы с вами поговорим немножко впереди. Итак, о преимуществах можно говорить, но я думаю, лучше всего продемонстрирую, что из себя представляет технология, тот ролик, который мы уже демонстрируем четыре года, потому что мы сегодня два фильма увидим, один из них то, с чем мы начинали, то есть то, что наглядно показывало, что мы хотим в итоге, скажем так, создать и к чему мы хотим прийти. И второй ролик, это ролик, который уже продемонстрирует окончание семнадцатого года, что из себя представляла технология на момент завершения, скажем так, довольно серьезного цикла. Это вот семнадцатый год, это, скажем так, шел четвертый год окончания системы привлечения инвестиций по методике краудинвестинга, и вы увидите, что мы уже построили, что из себя представляют транспортные средства, как я говорил, которые уже прошли даже сертификацию, и мы имеем, скажем так, все разрешительные документы на то, чтобы разрабатывать техническую документацию, проектировать, строить, да, и завершать строительство. То есть полный цикл производства, скажем так, реализации данной технологии сегодня получен нашей организацией, которая занимается реализацией технологии в городе Минске. То есть там у нас сегодня работает более 500 сотрудников. Это и конструкторы, и инженеры. Люди, которые, скажем так, душой болеют за то, чтобы данная технология была максимально быстро внедрена. Итак, друзья, ролик, который я вам хотел показать сейчас, это ролик называется Transnet. То есть две минуты информации, которая демонстрирует, что из себя представляет технология. Транспортные пути живительные артерии современного мира. Кровенозная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционная транспортная система неоптимальна и не отвечает требованию времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Transnet'а жестко струнного рельса, по своей сути, мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет, изобретение Юницкого, признанная в научном мире и проверенная годами испытаний запатентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах, подвижной состав на стальных колесах, инфраструктура, транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождений, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, ролик, который продемонстрировал, что из себя представляет технология под названием Skyway – небесные дороги. Идем с вами дальше. То есть, в принципе, данный ролик, он продемонстрировал действительно основные преимущества технологии, то, что здесь прописано на данном слайде. Не будем надолго заострять внимание на этой теме. И, в принципе, следующий слайд показывает ту самую длительную историю из 41-го года реализации технологий под названием «Струнная технология» либо «Скайвэй» сегодня. То есть, условно, можно разбить на 4 этапа. Я буквально за 2 минуты пробегусь по каждому из них. Первый этап самый длинный был с конца 70-х по середину 90-х. Это первая заявка на изобретение, признание технологии Федерации космонавтики СССР. Первый грант на получение технологии от Советского фонда мира. Второй этап, когда Юницкий занимался уже вопросами, в первую очередь, аэродинамики. У него была своя научная школа в Санкт-Петербурге. Были созданы первые действующие физические модели различного масштаба от 1 к 5 до 1 к 15. И, в принципе, получен первый грант организации объединенных наций на развитие данной технологии. Третий этап был очень важным, потому что Анатолий Дарович Юницкий в подмосковном городе Озер, и здесь вот недалеко, в 100 километров, в сторону Рязани, немножко в сторону, находился собственный испытательный полигон. Скажем так, очень сильно повлиял на создание этого полигона господин Лебедь. К сожалению, нет его сейчас с нами. Все его, я думаю, многие люди его помнят. Губернатор на тот момент Красноярского края, который заинтересовался развитием технологий, и он, наверное, как никогда видел использование данной технологии в своем Красноярском крае, где с дорогами у нас большие проблемы. Хотя проблемы большие с дорогами у нас есть везде, если честно. Итак, во время третьего этапа технологии было продемонстрировано миру, то есть большое количество средств массовой информации. Говорили, рассказывали о технологии. Юницкий в это время стал принимать участие в целом ряде крупных международных форумах, посвященных в первую очередь транспортной тематике. На третьем этапе получил второй грант организации объединенных наций. Проведено большое количество испытаний на полигоне в подмосковном городе Озера. Получим второй грант организации объединенных наций. Были заключены даже контракты на строительство дорог в целом регионе Российской Федерации. И на госсовете в 2009 году при президенте Российской Федерации в городе Ульяновске губернатор Ульяновской области предложил использовать технологию, развивать ее на территории Российской Федерации и сделать ее, скажем так, поставить ее во главу угла с целью, скажем, обогнать в транспортной сфере весь мир, как сказал тогда губернатор Ульяновской области. Кстати, мы с ним потом встретились на выставке «Транспорт России» в 2016-2017. Он видел развитие технологий и очень обрадовался тому, что в тот момент после 2009 года, когда закончился госсовет, к сожалению, через неделю полигона в подмосковном городе Озера не стало. То есть его разобрали. Возможно, это была, скажем так, борьба недобросовестных конкурентов с ребенком еще не родившимся, как говорится. То есть была только дана команда негласная президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым изыскать миллиард рублей на развитие данной технологии в Ульяновской области. Но не состоялось. Важно, что Юницкий не опустил руки. Важно, что он продолжал, скажем так, работать как на совершенственном технологии, так и в направлении поиска, привлечения денежных средств на строительство еще одного полигона, где можно будет продемонстрировать следующее поколение технологий, уже на тот момент, скажем так, задумываясь над названием «Скайвэй», и показать, что из себя представляет транспорт в трех сегментах транспортного рынка, грузовой, городской и высокоскоростной, сертифицировать технологию и выйти с данной технологии на международный рынок для строительства дорог. К сожалению, переговоры в большинстве с вами заканчивались ничем. В 2013 году было принято решение оценить интеллектуальную собственность. Она была оценена в сумму всей наработки, которую бы сделала на тот момент, превышающей 400 миллиардов долларов США. И было принято решение привлекать инвестиции, привлекать финансирование строительства нового тестового участка посредством краудинвестинга. То есть, на выгодных условиях людям была предложена возможность инвестировать денежные средства, приобретать какое-то количество долей, где за номинал, скажем так, одна отдельно взятая доля стоит один доллар США. То есть, соответственно, с хорошим дисконтом на выгодных условиях людям была предложена возможность стать совладельцами технологии и в дальнейшем, по мере выхода данной технологии на международный рынок и получения компании прибыли, получать на те доли, которые они приобрели либо с самого начала, либо даже сейчас, неважно, у нас сейчас есть такая возможность, сохраняется, в дальнейшем получать с прибыли определенный доход на то количество долей, которыми вы владеете. В мире это называется дивиденд, если говорить об акциях. То есть, пока это у нас доли, как мы их называем, при выходе компании на международные биржевые площадки, это будет называться, как и в любом другом проекте, акция. Чем большим количеством долей вы будете владеть, если вы примете решение это сделать, тем большее количество денег вам придут при распределении дивидендов. 20% от прибыли компании в целом будет распределяться между теми людьми, которые вошли в проект по средствам кроукового вестинга, то есть, то, что у нас на сегодняшний день сохраняется. И, в принципе, 99, наверное, 9% денежных средств, которые находятся сейчас в проекте, и все, что создано, это как раз-таки надежды тех людей, которые стали совладельцами технологии либо на первом этапе, либо сейчас. У компании существует до сих пор 15-й этапный план выведения технологий на международный транспортный рынок. Он был озвучен в начале 2014 года. На каждом этапе планируется проведение определенного количества работ, под которые необходимо, скажем так, финансирование. Сегодня мы с вами находимся на 12-м этапе. Что еще хотелось бы отметить? При переходе с этапа на этап, то есть, при движении, скажем так, технологий вперед, уровень доходности, либо диском, либо вечерная премия, которую может получить отдельно взятый инвестор, она уменьшается. Почему? Потому что снижаются риски. И если вначале на первом, на втором, на третьем, даже на четвертом этапе нам показать особо было нечего, то сейчас у нас есть тестовый участок, полигон, экотехнопарк, как это называется на сегодняшний день, либо центр сертификации демонстрации технологии SkyWay, который находится в Минской области, в Пуховичском районе, недалеко от города Марина Горка. И как я уже говорил в начале, что у нас есть транспортные средства, которые уже прошли сертификацию, принято, скажем так, в эксплуатацию целый ряд объектов экотехнопарка, построены четыре трассы на территории экотехнопарка. Человек, который виновен в этом в положительном смысле слова, сейчас находится у вас на экране. Анатолий Дарвич Юницкий родился на территории Советской Республики Белоруссия, то есть мы его называем российским, советским, белорусским ученым, изобретателем, предпринимателем. То есть работал как на инженерных должностях, работал в направлении патентоведения, у него три высших образования, инженер транспорта, патентное право изобретательства и строительство и возведение крупных инфраструктурных объектов. То есть все три этих высших образования сегодня он реализовывает на практике реализации технологий под названием SkyWay. У него более 140 изобретений, 18 монографий, видите, более 200 в двухсоте научных работ. На сайте www.unitsky.com, который сейчас отражен у вас на экране, вы можете найти большой пласт информации, технической, видеоматериалов, как непосредственно на самом генеральном конструкторе, так и огромное количество материалов по непосредственно самой технологии. И там вы можете найти экспертные оценки и заключения специалистов вот этих организаций, самих, скажем так, этих экспертных заключений гораздо больше организаций. Здесь вы видите перечисленный институт проблем транспорта Российской Академии наук, Сибирское отделение Российской Академии, Гострой России, Министерство экономики транспорта Российской Федерации, Петербургский Госуниверситет путей сообщения. То есть целый ряд структур, которые имеют прямое отношение к транспортной сфере, давали свои оценки и заключения, то, что технология перспективна, то, что ее нужно применять, то, что у нее огромное количество преимуществ по сравнению со всеми теми видами транспорта, которые люди сегодня используют на практике. И как я вам говорил, с 2014 года были привлечены первые инвестиции по методике краудинвестинга. Мы прошли, скажем так, четыре с небольшим года по работе в данной схеме. И все, что на сегодняшний день создано, все, по сути дела, построено на деньги физических лиц, людей, которые поверили имитскому, людей, которые, скажем так, кто-то пришел сюда, как мы говорим, идейный, который прилагает усилия для того, чтобы гениальный человек добился реализации своего проекта. Кто-то пришел заработать денег, это не секрет, ничего плохого в этом нет. Но, буквально кратко по истории развития технологий за эти четыре года. 2014 год можно назвать годом, скажем так, выживания, потому что огромное количество людей из мира транспорта, из мира, скажем так, банковской деятельности, финансовой деятельности сулили нашему проекту, что вот он не проживет месяц, он не проживет там три месяца, полгода, год, но, как показалось, скажем так, развитие проекта, все больше людей с разных углаков земного шара приходили в наш проект. Сегодня компания Skyway Capital люди с 237 стран и территории, которые стали совладельцами пакетов долей компании Skyway Capital. То есть это фактически весь мир, весь земной шар. В 2015 году, в начале 2015 года определились с участком месяца, на котором в дальнейшем планировалось строительство эко-технопарка. В середине 2015 года, в июне месяце, мы получили в пользование на долгосрочной аренде участка земли 36 гектар недалеко от города Марина Горка. И в августе началось активное строительство, тогда мы говорили, полигона, тестового участка. Именно в 2015 году эко-технопарк и конструкторское бюро посетил экс-министр транспорта Южной Австралии Род Хул, который сегодня является приверженцем развития технологии на территории австралийского континента и возглавляет, скажем так, ну, можно сказать, филиал австралийский, да, нашей компании. Вот. Он потом еще приезжал в 2016 году и уже с собой привез, скажем так, специалистов компании Оркон, чтобы показать, что из себя представляют технологии, познакомить их с нейральным конструктором. А это ни много, ни мало компания, которая реализовала ни один крупный инфраструктурный проект, там, на миллиарды долларов в Соединенных Штатах Америки. Ну, и специалисты этой компании, например, принимали участие в реализации строительства самого высокого небоскреба Буш-Халифа, да, или Буш-Халифа, который находится на территории Равинского полуострова. Далее, в 2015 году, в конце 2015 года, руководство группы компании Skyway, компания Skyway Capital приняло решение привлекать инвестиции от физических лиц посредством рассрочки. То есть, это стало удобно людям, то есть, они могли инвестировать незначительные денежные средства ежемесячно, да, и в итоге становиться владельцами больших пакетов долей. Вот. Это удобно было компании, потому что наперед тоже можно было планировать какие-то суммы, когда придут какие деньги, да, потому что люди на себя брали обязательства ежемесяц выплачивать рассрочки. И, скажем так, развитие проекта пошло, наверное, более планомерно, более динамично, потому что, скажем так, было на что опираться. И, как показала практика, действительно, привлечение денежных средств благодаря пакетам, которые появились в рассрочку, оно себя полностью оправдало. 2016 год стал очень важным, потому что в начале 2016 года технологии признаются инновационными Минтранцам Российской Федерации. В марте месяце экспертный совет того же Минтранца признает ее перспективно для развития на территории Российской Федерации. И дальше, скажем так, началась череда международных мероприятий, на которые нас стали приглашать с демонстрацией технологии то крупные международные транспортные выставки, форумы в разных уголках земного жара. Вот с 2016 года, с сентября по сегодняшний день, то есть не прошло еще двух лет, специалисты нашей компании приняли участие в 17 крупных международных форумах, где была представлена наша технология. Я не считаю сейчас, скажем так, региональные мероприятия, в которых принимали участие наши партнеры, то есть это еще там, наверное, несколько десятков наберется, где те люди, которые развиваются, скажем так, вместе с проектом посредством системы краудинвестинга, посредством партнерской программы, сами, скажем так, изъявляли желание и ставили стенды в своих городах, в областях и знакомили руководство областей, городов, республик с тем, что есть такая технология, ее можно использовать в том регионе. Я просто перечислю кратко, да, то есть такое мероприятие под названием «Инотранс», то есть это крупное мероприятие, выставка, скажем так, в первую очередь рельсового транспорта, это трамваи, метро, электрички, то есть поезда, вот, это было в 16-м году, в сентябре, и будет в сентябре 2018 года в планах руководства нашей компании привезти на «Инотранс», который состоится в сентябре, модель высокоскоростного юнибуса, на выставке в Берлине. Далее, это были два года таких мероприятий, как «Белорусская транспортная неделя», то есть это 16-й год, 17-й год, «Транспорт России» 2016-2017, «Ревелотех Индонезии» 2017-2018, «Смарт-сити Индия» в мае месяце в 2017 году, куда лично ездили Анатолий Дарвичевницкий, Виктор Бабурин, и они встречались даже с «Давай-Ланой». И после этого было подписано, скажем так, целый ряд договоров о намерении строительства дорог на территории Индии, то есть потенциально есть, скажем так, на очень крупные суммы, скажем, не то чтобы предзаказы, но подписаны, опять же, договоренностью, порядка 40 миллиардов предполагается на территории Индонезии, как нам говорили, и эта возможность не отсечена. Сейчас активные переговоры у нас ведутся на территории Арабских Эмиратов буквально в последнее время. После выставки, которая прошла в начале 2018-го года, «Фьючер-сити-шоу» в огненных Арабских Эмиратах, Анатолий Дарвич лично ездил туда вместе с Виктором Бабурином, и там какие-то серьезные договоренности, о которых нам расскажут, по всей видимости, на Экофестивале, который состоится в августе месяца 2018-го года, и буквально два слова еще о мероприятии под названием Экофестиваль. Первый из них состоялся в 2016-м году, второй был в 2017-м году, то есть если гости первого фестиваля меньше тысячи человек видели просто, скажем так, установлены анкерные опоры и не до конца еще, скажем так, завершенную станцию, точнее, промежуточные опоры и не до конца еще завершенную анкерную опору, то на втором уже Экофестивале в июле прошлого года те, кто приехал, это было порядка пяти тысяч человек, увидели уже в действии, скажем так, три модели действующих транспортных средств. Это был Юнибайк, который был представлен на Инотрансе еще, да, и в ноябре, в конце ноября 2016-го года началось тестирование, а в 2017-м году мы получили уже сертификаты на данном транспортных средствах, 14-местный Унибус и грузовой Юнитрак. То есть все это сейчас, скажем так, что-то уже отработано, на данном слайде вы видите момент заключения договора с НИИ Гороэлектротранса НТЦ, да, то есть которое провело сертификацию двух транспортных средств, эти сертификаты получены, вы можете найти в разделе новостей. Вот, кстати, данные сертификаты на Юнибайк и на 14-местный ВКонтакте у меня. Сегодня, кстати, у нас такая первая презентация, которая идет не только в Мирополисе и ВКонтакте, как мы это проводили в предыдущей неделе, да, сегодня у нас, если не ошибаюсь, подключены еще и Фейсбук, и Одноклассники, то есть аудитория этих соцсетей также может наблюдать данную презентацию в прямом эфире. Далее, за это время было получено целый ряд патентов и сертификатов в различных странах, то есть начиная с самой Белоруссии и далее, это вот вы видите здесь сейчас австралийские патенты, которые были получены нашим предприятием. 11, скажем так, сертификатов на промышленные образцы были выданы Евросоюзу. Далее, это, собственно, белорусские патенты, китайские патенты, страна восходящего солнца. И буквально недавно, скажем так, месяц назад выходила публикация, особенно на сайте Веницкого вы можете легко найти информацию, это патенты, выданные в Канаде, в Соединенных Штатах, в Украине, то есть сейчас юридически защищаем себя, да, то есть мы получаем патенты на транспортные средства, на технологию, которую планируем реализовывать на территории всего земного шара. Вот то, что я вам сейчас сказал, мероприятия, которые проходили в целом ряде государств, то есть они дали толчок развитию технологии, огромное количество людей в разных угаках земного шара узнало о том, что есть такая технология, и по сути дела где-то с ноября, наверное, 2016 года не было ни одной недели, чтобы какая-либо делегация какой-либо страны не посетила территорию экотехнопарка. То есть приезжали люди и из далекой Австралии, из Юго-Восточной Азии, с Аравийского полуострова, с Европы, приезжали как представители муниципалитетов, городов, там, скажем так, администрации различного уровня, так и представители научных сообществ. Вот люди иногда задают вопрос, типа, будет ли преподаваться когда-нибудь там струнные технологии в каком-либо университете, но вот буквально, я знаю, что на территории собственной Беларуси были проведены встречи с целым рядом учебных заведений, да, специалистов на компании струнные технологии. Был подписан договор в Москве в 2017 году на выставке «Транспорт России» в 2017 с Московским институтом инженеров транспорта, то есть и в дальнейшем возможно сотрудничество на уровне преподавания, на уровне каких-то лекций, которые, и в принципе, данное сотрудничество еще подразумевает, что специалисты, воспитанные в этих высших учебных заведениях, в дальнейшем могут принять участие и работать на благо реализации технологий, разработанной Анатолием Дорочевым-Юницким разных уголоков земного шара. Что еще хотелось бы отметить? Когда мы начинали, вот у нас не было практически ничего, линия старта, вот, «start from nothing», как говорят англичане. Вот сейчас у нашего предприятия, которое находится на территории Республики Беларусь, первое, как я вам уже говорил, есть экотехнопарк, где уже целый ряд объектов принят в эксплуатацию, построены четыре трассы, и есть свои объекты, скажем так, недвижимости, либо производственные площади, да, то есть у нас есть активы, вы видите слева на слайде, четырехэтажный офис, который находится недалеко от станции тракторный завод в городе Минске, это промышленный, скажем так, сектор города Минска, и вы видите одно из зданий производственных площадей завода, на котором производится оборудование, элементы путевой структуры, подвижного состава, вот, и таких у нас уже на территории Минска ни одно здание, ни одна территория. И, как я вам говорил, на сегодняшний день более 500 специалистов в городе Минске трудятся над тем, чтобы реализовать данную технологию, то есть, вот здесь далеко не все уместились на этой фотографии, вы понимаете, да, то есть, и все это происходит благодаря тому, что какое-то количество людей когда-то, да, поверили в то, что Анатолий Дардач-Щерницкий планирует данную технологию реализовать, проинвестировали свои денежные средства, и благодаря системе краудинвестинга сегодня все это работает. компания Skyway Capital, как мы с нее начинали, это ее презентация, является официальным партнером группы компании Skyway, задача ее это привлечение инвестиций с целью финансирования строительства экотехнопарка. Наша основная задача, вот именно проекта компании Skyway Capital, это привлечение денежных средств для того, чтобы закончить все необходимые работы, потому что у нас производственная база, скажем так, да, и демонстрационный центр были выданы на гора, то есть построено все необходимое, чтобы это сделать, трассы, сертифицированы виды транспорта, и вот в этом направлении мы работаем. Именно для этого привлекаются основные денежные средства посредством краудинвестинга, да. Конечно же, сейчас параллельно еще ведется огромное количество времени посвящается переговорам уже с людьми с разных уголков земного шара по конечной реализации технологий, потому что мы имеем сертифицированные транспортные средства, мы уже имеем, скажем так, как я вам сказал, все разрешительные документы от позволяющие специалистам нашей компании проектировать данные дороги, сопровождать, скажем так, технические строительства, ну и, скажем, осуществлять даже приемку строительства построенных объектов. То есть полный цикл производственный у нашей компании имеется. Ну и высока вероятность того, что один из первых, скажем так, активно развивающихся объектов, где будет осуществлено строительство, да, уже с точки зрения коммерции, это будет либо Индия, Индонезия, Австралия, либо Днёные Арабские Эмираты. Вот в последнее время все больше у нас говорится о Днёных Арабских Эмиратах. Что еще хотел бы добавить, да, буквально еще о технологии, то, что буквально месяц назад начались, скажем так, тестовые прогоны следующих транспортных средств, которые созданы компанией Струнной Технологии. Это трехсекционный 18-местный Юнибус, который был представлен на выставке «Транспорт России» в конце прошлого года здесь, в Москве. И сейчас осуществляется его обкатка, в дальнейшем будет уже проводиться сертификационная работа и также будет получен сертификат. Задача компании Skyway Capital, я вам сказал, это привлечение инвестиций и работа с людьми, работа с информацией, да, то есть задача это привлечь максимальное количество людей, которые могут стать совладельцами технологий, обеспечить их всем необходимую в первую очередь информацию, создать удобные условия, чтобы люди, скажем так, нескольким нажатий клавиш на мышке на своем компьютере смогли разобраться в информации, получить ответы на вопросы, а у нас есть и техническая поддержка, да, квалифицированная, у нас есть отдел информационной поддержки в Москве, который может ответить на любые ваши вопросы, вот, и обеспечить максимальную прозрачность действий как нас, так и вам, чтобы вы четко могли видеть, что вы предприняли, какие действия, чем вы на сегодняшний день владеете. Выгода ваша может быть следующая, то есть первое, да, вы становитесь совладельцами технологий, в дальнейшем вы можете получать доход от инвестиций, которые вы делаете сейчас, как я вам говорил, есть у нас такое понятие дисконт, и вот сейчас, когда будем с вами рассматривать пакеты, далее компания, да, вы увидите, что уровень доходности по пакетам это дисконт, либо отличие, скажем так, к стоимости сегодняшней от номинальной стоимости. Номинальная стоимость каждой отдельно взятой доли один доллар Соединенных Штатов Америки. То есть то, к чему мы идем. В дальнейшем по мере развития технологий, по мере строительства дорог в разных уголках земного шара, вы понимаете, ценность технологий будет расти, стоимость долей будет возрастать. Соответственно, вы будете становиться, ваш пакет долей, скажем так, будет становиться все тяжелее и тяжелее в деньгах, то есть вы можете продать какую-то часть, если примите решение, да, либо в дальнейшем то есть задача сегодня у Skyway Capital это привлекать инвестиции, обучать партнеров, вот, и, скажем так, развивать бизнес, помогать внедрению транспорта Skyway в разных уголках земного шара. Мне вот пишут, что появились партнеры в чате, я, к сожалению, мелким шрифтом у меня написано на том ноутбуке, который вещает в социальной сети, да, и мне попросили ответить на вопросы. Если мы сделаем по-другому, я вам сейчас просто еще включу раз ролик о том, к чему мы пришли, что мы имеем на сегодняшний день, то есть вот я сейчас рассказал, да, вот, после этого мы с вами рассмотрим инвестиционные предложения нашей компании, а потом я отвечу на вопросы. Согласны, если мы пойдем таким путем? Просто поставьте плюсики в чате, я постараюсь ответить на те вопросы, которые у вас возникли. Хорошо? Итак, друзья, ролик, который я обещал вам включить, который продемонстрирует, к чему мы пришли на сегодняшний день, потому что то, о чем я кратко рассказывал, хотя вы знаете, говорить можно очень долго, потому что действительно произошло огромное количество событий за это время, по каждой только отдельно взятой выставке можно устраивать презентации, но мы этого с вами делать не будем. Итак, коллеги, ролик, который демонстрирует развитие технологии концом 2017 года, более свежего пока у нас по технологии ролика нет, потом мы с вами поговорим о второй части, это возможность приобрести пакеты долей, какие инвестиции вы можете сделать, что это вам даст, и я отвечу на ваши вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Главное преимущество С транснетом rookie 39 краудинвестинга, по которой мы сегодня двигаемся. Так, друзья, я сейчас просто включу рабочий стол, вот, и мы с вами разберем те инвестиционные возможности, которые предлагает компания Skyway Capital каждому партнеру, неважно, в какой стране мира, какой цвет кожи, сколько лет, какое образование имеет человек, главное, чтобы он разобрался в информации и принял решение помогать нам либо помогать себе, в принципе, одно и то же, развиваться вместе с нами в нашем проекте и реализовывать технологии под названием Skyway. Сразу же хочу отметить, да, вот, тему, скажем так, инвестиций, она, ну, наверное, последние 5-10 лет, как бы, на слуху, да, ну, по крайней мере, в той стране, где живу я, то есть до этого у нас было еще воспитание, скажем так, ну, той страны, в которой когда-то жило большое количество людей, вот, сейчас я включаю, кстати, трансляцию рабочего стола, если она видна, просто дайте мне знать, но я предполагаю, у меня написано было, что трансляция на чита, поэтому мы сейчас с вами переходим непосредственно к тем пакетам, которые у нас есть. Так вот, тема инвестиций. Инвестировать сегодня можно в криптовалюту. Я не говорю, что это плохо или хорошо, то есть в этом надо разобраться. Рынок криптовалют активно развивается, да, то есть вы можете вложить, ну, как правило, люди вкладывают немалые деньги, то есть потому что там инвестировать тысячи рублей, например, в криптовалюту и надеяться получить серьезный доход, ну, наверное, это сделать очень сложно, да. Вот, далее, можно инвестировать в недвижимость, можно самому создавать какой-либо бизнес, можно искать другие стартапы, да, потому что сегодня уже, скажем так, все больше и больше направлений развивается по схеме, подобной нам. Когда-то мы начинали практически первым. Вот, но уровень доходности, который предполагается в компании Skyway Capital, ну, в принципе, я с таким пока больше нигде не сталкивался, ну, может быть, за исключением там роста биткоина, да, который там за год вырос в несколько раз, там и люди очень сильно, серьезно получили доход. Но биткоин, это, скажем так, технология, вот я, например, пока не понимаю, от чего его стоимость растет, почему она падает и так далее. Мы же говорим о технологии. Да, мы здесь приводим пример всегда такой, вот как это происходило, например, с рынком коммуникации в конце 70-х годов, 80-х, и вот до сегодняшнего дня, это, например, интернет. Вот, интернет. Когда-то тем людям, которые говорили, что это будет развиваться, крутили у виска, но те немногие, которые вложили деньги, сегодня стали мультимиллионерами, миллионерами, да, миллионерами в конце концов. Вот. У Билла Гейтса там, я не знаю, сколько-то там тысяч сотрудников компании Microsoft, которые являются миллионерами, которые есть держателями акций и так далее, и так далее. Так вот, как говорят специалисты мира транспорта, мира финансов, что технология под названием Skyway войдет в этот мир гораздо быстрее, но я вот упорно настаиваю на том, что транспорт на сегодняшний день все равно до сих пор, да, еще нам, скажем так, более нужен, чем, ну, даже какие-то планшеты, смартфоны и так далее, и так далее. Хотя, конечно, у нас выросло целое поколение, которое себе не могут представить, да, без компьютеров и так далее, и так далее. Но транспорт нам нужен всегда. Нам нужно перемещаться на работу, нам нужно в отпуск, нам нужно перевозить грузы, товары на ровную потребление и так далее, и так далее, и так далее. Все это осуществляет транспорт. И вот технология, которая в себя впитает, кстати, все преимущества интернета на сегодняшний день, мы рассказываем про сеть Транснет, да, которая, скажем так, позволяет будет перемещать с высокой скоростью грузов людей, ну, и доставлять в удаленные уголки нашей планеты те прелести цивилизации, которые мы с вами пользуемся в крупных городах. Это тот же высокоскоростной интернет, это высоковольтная линия электропередач, которая устраивается в путевую структуру, и таким образом мы можем тот же интернет провести везде, да, благодаря использованию данной технологии. Что, в принципе, сегодня проблематично при тех технологиях, которые мы с вами используем. Итак, друзья, то есть, очень важный еще момент какой. Здесь у нас есть возможность инвестировать на различную толщину кошелька, скажем так, да, то есть на небольшие денежные средства, средний достаток. У нас есть люди, которые инвестируют в серьезные денежные средства, ну, по меркам той страны, в которой я живу, там, 5 тысяч, 10 тысяч долларов, 25 тысяч долларов и более, да. Есть те, кто начинает с малого, с 15 долларов. Мы начинаем со специальных предложений. У нас есть пакеты на транс, которые первый раз мы запустили непосредственно перед первым мероприятием на транс, да, тогда было 4 месяца, вы могли инвестировать по 1000 долларов. Чем он интересен? Тем, что, когда вы делаете первый платеж, то, скажем так, уровень вашей доходности либо дисконту точно такой же, как и в стандартном варианте, да, если вы не позднее, чем через 30 дней инвестируете второй раз, то уровень доходности возрастает на 10 единиц, то есть дисконт увеличивается с 45 до 55. Если вы в течение, не позднее, чем 30 дней делаете еще и третий платеж, да, то, соответственно, у вас будет 65. Если вы будете дальше продолжать оформлять пакеты, скажем так, вот, продолжать в этой линейке пакетов инотранс покупать пакеты, то вам будет каждый раз начать по 65 тысяч долей, при условии, что вы не позднее, чем 30 дней проинвестируете денежные средства по отношению к предыдущему пакету, да. Вы можете хоть каждый день по 1000 долларов инвестировать и, начиная с третьего раза, вам будут начислять по 65 тысяч долей. Что хотелось бы отметить? Данные, скажем так, дисконта действуют в рамках 12-ти этапового развития. То есть, и важно понимать следующее, этот пакет чем интереснее, если вы делаете первый платеж, например, на 12-м этапе, а мы вот можем перейти на 13, да, соответственно, второй платеж у вас будет считаться как первый по 13-му этапу, и дисконт там будет ниже. Пакет «Быстрый старт». Этот пакет позволяет вам проинвестировать дважды по 300 долларов и получить до 27 тысяч долей, да. То есть, базовый пакет два раза по 300, если вы там сегодня платите и через месяц, это 21 тысяча. Если вы это делаете в течение суток, то есть вы сделали серьезный шаг, вам компания в подарок еще дарит 6 тысяч долей, что очень удобно, в принципе. Далее, у нас есть так называемый премиум пакет, это инвестиции разовые на крупные суммы, от 5 тысяч долларов до 50 тысяч долларов. Здесь уровень доходности от 60 до 70 раз. Люди, которые инвестируют, скажем так, уже начиная от 25 тысяч долларов, они потенциально миллионеры, потому что, помните, я вам говорил, что мы стремимся в той ситуации, чтобы каждая отдельно взятая доля стоила 1 доллар США. То есть за 25 тысяч можно купить 1 миллион 675 тысяч долей. Потом вы можете часть продать и так далее, либо, скажем, получать дивиденды. Есть пакеты, которые вы можете оформить на своих несовершеннолетних детей. Это рассрочка на 9 месяцев. Здесь тоже есть два бонуса. То есть если вы просто даже добросовестный плательщик, вам дополнительно к тем долям, которые предлагаются здесь, начисляется небольшое количество долей. А если вы делаете двойной платеж в течение выплаты рассрочки, вам еще дополнительно начисляется бонус. То есть обо всем об этом можно прочитать. Вы видите, здесь написано подробнее под каждым пакетом. То есть под которым есть кнопочка подробнее, вы можете ознакомиться с условиями и сделать инвестиции уже после того, как будете владеть полностью информацией. Есть рассрочки, которые вы можете приобретать, ну, скажем так, номиналом от 500 до 5000 долларов. По сути дела в итоге сумма будет такая же, как и разовые пакеты, только здесь эта рассрочка на 10 месяцев. Соответственно, дисконт немножко ниже, чем на разовых пакетах, там, где вы сразу инвестируете большие денежные средства. Здесь также, начиная с пакетов 25 тысяч и 50 тысяч долларов, вы уже потенциальный миллионер. И есть пакеты, которые вы можете приобрести рассрочки на 10 месяцев небольшого номинала. Огромное количество людей входит в наш проект, именно начиная с выплаты таких рассрочек. Это суммарно 250 долларов, выплата 500 тысяч и 2000. То есть единственное, ежемесячный платеж составляет от 25 до 200 долларов в месяц. Здесь также есть бонусы за двойные платежи. Первый двойной платежи вы получаете дополнительный, скажем так, пакет долей, который потом оформляете по окончанию выплаты рассрочки. Далее у нас есть пакеты, которые предлагаются на очень выгодных условиях тем людям, которые не безразличны к развитию нашего проекта, тем людям, которые не безразличны к созданию источника дохода на сегодняшний день, благодаря партнерской программе, которая существует в нашем проекте. Это пакеты с бонусного счета, с очень выгодным дисконтом, не очень большие инвестиции, но очень выгодный дисконт. Купить данные пакеты вы можете только с бонусного счета. Деньги на бонусный счет у нас приходят только в том случае, если вы развиваете партнерскую программу и при определенной, скажем так, по определенной схеме маркетинг-план вам начисляются на бонусный счет проценты от привлекаемых инвестиций. Сразу хочу сказать, что у нас проценты могут выплачиваться в ходе 24 уровня глубины, и максимально с первого поколения вы можете зарабатывать до 20% при выполнении определенных условий. Есть у нас стандартные пакеты, которые вы можете найти внизу раздела «Инвестировать». От 15 долларов США на сегодняшний день вы можете инвестировать в наш проект. Начал с 15, с 30, с 50, то есть как вам комфортно. Некоторые приходят пробовать и проверить, что из этого выйдет. Кто-то приходит развивать бизнес по партнерской программе, не имея большого количества денег в кармане, инвестировать в незначительную сумму. Это их уже возможность, скажем так, получать вознаграждение на бонусный счет, дальше выводить деньги, докупать пакеты долей компании. То есть огромное количество людей, которые зашли в наш проект, инвестировали небольшие суммы денег, а в дальнейшем стали крупными инвесторами проекта компании «Скайвэй Кэпитал». То есть вот такие инвестиционные возможности есть в компании «Скайвэй Кэпитал» на сегодняшний день. Они доступны по большому счету большинству людей, то есть 15 долларов, скажем так, если так посмотреть, не такие уж большие деньги. Если говорить с точки зрения инвестиций, ну, наверное, выгодные инвестиции по количеству долей начинаются от 500 долларов и выше. Потому что я вам говорил, если вы планируете получать дивиденды от тех инвестиций, которые вы делаете сейчас, то эти дивиденды будут распределяться на то количество долей, которыми вы будете владеть. То есть у нас пакет 1000 долларов подразумевает то, что вы на сегодняшний день приобретаете 45 тысяч долей компании. То есть ваши денежные средства приумножаются в 45 раз. На первых этапах это были тысячи раз, на втором этапе минимальный, скажем так, пакет, вырастал в 250 раз максимальный, в полторы тысячи раз. Сейчас мы пришли к цифрам от 17 до 80 раз приумножаются ваши денежные средства, если вы становитесь совладельцем пакета долей компании. Вот такая информация. То есть любой из вас сегодня, те, кто слушает информацию впервые, могут стать совладельцами пакета долей. И в дальнейшем, в соответствии с тем планом, который вы можете сами себе составить, научиться делать простые шаги, развивать бизнес по партнерской программе, потому что у нас каждый месяц проводится обучение для активных партнеров. Это проходит обучение в разных фугаках земного шара. И буквально недавно, вот в эти выходные, вчера еще, да, позавчера, проходило обучение в Болгарии, в городе Варна, на берегу Черного моря, проходило обучение наших партнеров. Следующее обучение, кстати, это уже одна из новостей, состоится в городе Таллине. Точное время, дату и место проведения вам будет сообщено в разделе событий внутри нашего личного кабинета и в новостях, которые мы выпускаем, в разделе событий, то есть вы легко сможете найти информацию о том, где и когда и сколько будет стоить обучение, которое будет проходить у нас на берегу уже Балтийского моря. В Черном мы переедем немножко более в Северное, да. Но, в принципе, в июле подразумеваем, что там тоже будет тепло. Итак, коллеги, я сейчас буду зачитывать вопросы, которые мне прислали, да, вот вопрос, который задал кто-то из слушающих вебинар, какая именно компания, в какой момент станет корневой. Вы знаете, у нас есть корневая компания, которая владеет, скажем так, всеми долями, которые владеет интеллектуальной собственностью, это компания GTI. Доли, которые вы приобретаете здесь, это есть такой холдинг, Евразин Рейс Кайвей Холдинг, да, то есть эти акции, доли были взяты у компании GTI, и посредством краудинвестинга вы приобретаете данные доли. Сегодня вы становитесь совладельцами долей Евразин Рейс Кайвей Холдинг, Холдинг 2, точнее, уже на сегодняшний день, да. Как реальный человек сможет приехать в Белоруссию и проверить, куда вообще используют деньги? Очень просто, Илья. Это Илья Исупов задал вопрос. Первый, вы вообще можете купить билет на экофестиваль, и приехать, увидеть, это будет у нас проходить 4 августа, это очень просто сделать, зайти в личный кабинет, да, и... У нас есть отдельная страничка для тех людей, которые хотят приобретать билеты на экофестиваль, нажимайте на баннер внутри личного кабинета, либо на сайте, где написано, что экофест состоится тогда-то, вас переводят на страницу, где вы можете приобрести билет, приводите с собой билеты, видите все, что там будет происходить. А там будут демонстрироваться транспортные средства, там даже будут, скажем так, в этом году даже, вроде, будет позволено перевозить партнеров, которые приедут на экофестиваль, в том году такого не было. Просто были транспортные средства, которые перемещались по территорию экотехнопарка. Rail Skyway System. Я вам скажу следующее. Сейчас компания называется «Струнной технологией». Поначалу было зарегистрировано предприятие в Беларуси именно с таким названием, вот, унитарное предприятие, да, сейчас это предприятие называется «Струнной технологией». Как инвестору проконтролировать конвертацию... Что значит конвертацию долей? Хотелось бы мне понять. Одно могу сказать, что эти доли, если вы говорите о том, какое количество долей вы приобретаете от корневой компании, один к одному. То есть сначала вы приобретаете, и вам в личном кабинете высвечивает сертификат Skyway Capital. В конце каждого месяца у нас передаются данные в реестр, да, вас заносит в реестр, как человека, владеющего пакетом долей. И вот на то количество акций, которые вы приобрели в компании Skyway Capital, долей, да, мы их называем долями, именно такое количество долей вы получаете корневой компанией. Вот. Что монеты дают в итоге? Какие, я не знаю, какие монеты? Какие бонусы? Просто вот, хотелось бы узнать, про монеты кто-то спрашивает, о каких монетах вообще идет речь. Потому что у нас, в принципе, монетами здесь не торгуют. Да, у нас есть возможность приобрести и стать совладельцами пакетов долей. Вот. Когда-то у нас выдавали ценные, скажем так, знаки, либо монеты, да, там, пакеты на транс, там, годовщине работы компании и так далее, и так далее. Это было на определенных пакетах. Вот. О каких монетах вы сейчас спрашиваете? Я просто затрудняюсь ответить. Посмотрим в комнате Мирополис. Кто-то что-то спрашивает. Является ли меморандум о взаимопонимании по нашим протоколам о намерениях? Ну, я не знаю, как бы так, как юридически это выглядит. Наверное, да, протокол о намерениях, меморандум о взаимопонимании. Но это еще не тот конкретный договор, где прописана четко сумма и что будет строиться, вы понимаете, да? То есть это как бы договор о том, что будет развиваться взаимодействие между потенциальными партнерами в направлении строительства дорог и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Вот кто-то пишет, это я Яницкому задал вопрос. Если вы хотите задать вопрос Анатолию Дарвичу, заходите на сайт www.yanytsky.com и там есть внизу отправить по электронной почте вопрос-письмо. Пишите. По мере, скажем так, освобождение своих функций, если это время у него будет, Анатолий Дарвич потенциально возможно вам ответит. Итак, вопросов, если больше нет, одно хочу сказать про мероприятие. Очень важный момент. Смотрите, все вы являетесь, я думаю, большинство людей, кто находится в комнате вебинарной, являются партнерами, да? У нас сегодня действует очень важная акция, можно назвать, да, таким образом. То есть любой человек, который на 12-м этапе, это начало действовать с 12-го этапа, зарегистрируется и в течение 7 дней после регистрации, если он приобретает любой из пакетов компании Skyway Capital, ему дополнительно к тем долям, которые он приобретает в пакете, будет зачислено 10% от количества долей, которые он приобрел. Грубо говоря, купил он 10 тысяч, ему еще, скажем так, тысячи будут в подарок. Купил 100 тысяч, соответственно, еще 10 тысяч в подарок. Это очень важно, кстати, дополнение. Ну, запись этой презентации, Александр вас спрашивает, вы можете зайти в нашу группу ВКонтакте, когда она закончится, я думаю, там автоматом это конвертируется и можно будет данную презентацию прослушать. Ну, если вам, конечно, это нужно. Итак, друзья, есть ли какие-то вопросы еще? Потому что, видите, я думал, сегодня уложимся где-то в 35-40 минут, мы с вами уже общаемся 55. Хочется кратко, хочется, скажем так, сжато вам дать информацию и так далее, но ее действительно настолько много, что я думаю, в ближайшее время у нас все-таки родится, скажем, формат презентации, где мы сможем в течение 35 минут кратко вам дать информацию о технологии и о возможности инвестирования. мы постараемся в ближайшее время все это реализовать. Не может ли случиться так, что акции куплены по одной компании потом не прочел до конца? Настолько мелкий почерк. По поводу монет кто-то спросил, что те, кто имеет монеты каких-то пакетов, которые действовали, да нет никаких привилегий. У вас есть монеты, это и есть ваши привилегии, то есть памятный знак, которым вы можете владеть. Может когда-то стоимость этой цены вырасти. Этой монеты точнее. Я не знаю, кто говорил, я никогда не говорил, что те, кто имеют монеты, да, у них будут какие-то привилегии. Почему? Вы купили пакет, которому прилагается, скажем так, вам в подарок памятный знак, да, вот это вот юбилейная монета там, либо что-то еще. Ну вот это и есть ваше преимущество по отношению к другим. Знаете, не может появиться, вы можете, кстати, у нас обновленная версия меморандума, выложена в пятницу, зайдите в личный кабинет и почитайте меморандум. Да, он там большой, 93 страницы сейчас, вместо 147, кстати, да, то есть, что вас должно обрадовать, то есть, вам не нужно будет такой пласт информации еще дополнительно читать. И там четко прописано, что 20% от прибыли компании в дальнейшем будет распределяться в виде дивидендов между теми людьми, которые сегодня становятся владельцами пакетов долей по методу краудинвестинга, по тем способам, которым люди выкупают у нас сегодня пакеты долей. Я вот не понял, какой организации не существует? Rail Skyway Systems, ну, поймите правильно, то есть, бывает так называемая реструктуризация, ребрендинг, да, и так далее, и так далее. Потому что очень сложно было многих чиновников в Беларуси сложно даже выговорить Rail Skyway Systems, да, либо струнные технологии, есть же разница. Но это одно и то же. Сибиряков говорил, что в 2016-м, ну, и что, что говорил. Давайте так, давайте выходить, сходить из реалии. Я человек, который являюсь сотрудником компании, всегда привык о чем-то говорить, о том, что реально, скажем так, есть на самом деле. Вот приходит информация из компании, да, от нас, из Минска, нам говорят, вот так, так-то и так. Мы доводим эту информацию сразу до вас, в виде новостей, на вебинарах и прочее. Предполагать можно многое, да, вот, проект развивается с той скоростью, с которой он развивается. Он развивается на народные деньги, вот, люди принесли, вот, то количество денег, которое есть, вот, мы на эти деньги сегодня построили то, что построили, да, и потенциально вот сейчас он, как бы так в голове, держим, нам не говорят, но какие-то адресные проекты вот-вот должны уже как бы выстрелить и созреть. Какие мы увидим? Вот. Давайте дождемся, скажем так, официальных новостей. Приезжайте на Экофест, увидите своими глазами, может быть, там это будет объявлено. Вот таким вот образом. Бонусы до сих пор, тишина, это грустно, обещали еще на том фесте. Все. Какие бонусы? Бонусы, да. Не могу прочитать. Будет ли аварийный спуск извинимусов? Ну, я думаю, будет продуманная система безопасности, конечно. Давайте дождемся. как нам говорилось, будет, скажем так, даже курсировать транспортные средства, если что-то случилось в пути, просто будет подъезжать и утягивать там, я не знаю, поломавшись или какой-то юнибус до следующей станции и так далее. и там пассажиров, если это будет высоко, будут гружать и так далее. Я думаю, парашюты выдавать не будут, как в самолетах военных, потому что пассажирам самолетов парашюты не дают. Итак, коллеги, я вам предлагаю на этом остановиться. Сколько лет вы не можете выйти на рынок? Вы знаете, на какой рынок мы не можем выйти? Четыре года развивается проект. Вы знаете, для того, чтобы новую модель автомобиля, предприятие, которое имеет миллиардный товар, оборот и так далее, запустить, тратится миллиард долларов в среднем. И на это уходит несколько лет. Это чтобы запустить одну модель автомобиля. Мы работаем четыре года. То есть, у нас не было ничего. Мы начали с нуля. У нас было голое поле вообще. Сейчас у нас там центр демонстрации технологий. У нас не было ни одного конструктора, кроме генерального конструктора. Сегодня работает более 500 специалистов. Четыре года, в принципе, для транспортной технологии новое, это ничего. Если мы возьмем историю развития нашего проекта с момента привлечения денежных средств посредством краудинвестинга. Поэтому для кого-то вы там долго не можете, а для кого-то это вот просто пролетело минута и все. Почитайте историю внедрения каких-либо транспортных средств, которые мы с вами сегодня используем. Сколько лет что-то там внедрялось. Просто покопайтесь, если вам не лень. Задать вопрос просто. Сказать, вот вы ничего там не можете, не успеете, не успеваете и так далее. Всего четыре года. И мы уже близки к тому, чтобы строить. Поэтому все нормально. Итак, друзья, я, наверное, буду заканчивать. Уже прошло больше часа. Вот. Всем вам желаю хорошего месяца июня, отличной недели. Приглашайте новичков, потенциальных партнеров на подобные мероприятия. У нас еще, скажем так, череда мероприятий проходит в неделю. То есть моя задача это просто, наверное, как говорится, приоткрыть глаза. Дальше вы сможете задавать вопросы, читать, смотреть видео, посещать остальные мероприятия, которые у нас проходят там по средам, четвергам, где дается более подробная информация уже там юридические аспекты, технические какие-то вопросы, там, крипто, да, направление, о котором я не говорю, потому что я, ну, как бы так, не владею этой информацией, я к нему не допущен. И те, кто это запускает, они же об этом и рассказывают. То есть еще и в этом направлении будет развиваться наш проект. У меня же на этом все. Здоровья вам, любви и денег. Останавливаю трансляцию. Социальных систем.